Сегодня я решил заполнить, наконец, формулу 3 НДФЛ, чтобы получить налоговый вычет. И что из этого вышло? На самом деле ничего не вышло. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, пришла пора заполнять формулу 3 НДФЛ для того, чтобы получить налоговые вычеты различные. И моя жена уже это сделала. Она говорит, что все очень просто, очень легко. Ну, у нее-то попроще, на самом деле, у нее доходов поменьше. Почему мы опомнились только сейчас? Ну, потому что мы собирали справки по налоговому вычету за медицинские услуги. Вот они, две справки, наконец-то мы взяли. Вы знаете, что мы лечили зубы в прошлом году. Я вам советую тоже это сделать, если вы еще не сделали, потому что, ну, дальше это будет дороже и накладнее, судя по всему. Итак, значит, я взял, собрал справки, с одной стороны, вот, на лечение. С другой стороны, уже готовы справки, очевидно, по 3 НДФЛ, по дивидендам с акций иностранных компаний, которые, значит, надо доплатить, и, соответственно, можно все уже делать. И так как я это уже делал в прошлом году, я думаю, что все очень-очень просто. Я зашел на сайт открытия брокера, в личный кабинет свой, и зашел в раздел отчеты и налоги. Вот сейчас вы видите, я нахожусь в разделе отчеты и налоги, и как узнать, сколько же дивидендов я заплатил в США. Вот здесь отчеты и справки, надо выбрать брокерский отчет, финансово-аналитический, тра-та-та, значит, в самом конце справка по форме 1042-С. Год 21-й фондовый рынок Санкт-Петербургской фондовой биржи. Заказать эту справку. Вот я ее заказал, и сейчас я вам ее покажу. Вот она, эта справка. Здесь несколько листов, они практически все идентичны, они, значит, один из них туда отправляются, другой сюда, третий туда. Вот, на самом деле все они буквально идентичны. Здесь важно что смотреть. Вот здесь первая графа Income Code, это код платежа. Gross Income, это самое главное, это сколько всего получено дохода. И дальше, значит, третье. Третье это Chapter Indicator Enter 3 or 4. Значит, введено 3 за меня заполнено. И, значит, 3 это Tax Rate. Tax Rate это налоговая ставка. Ставка налоговая 30% почему-то. То есть, я получаюсь как нерезидент, и с меня в США взяли почему-то 30%, ну, по налоговой ставке 30%, хотя я заполнял, насколько я помню, форму W8 Ben, но это было давно. Вероятно, она была просрочена. Ну, бог с ней, 27 долларов я заплатил. С 27 долларов я заплатил, судя по всему. Вот здесь написано, графа 8, Tax Withheld by Other Agents, значит, налог удержан другими агентами, 8 долларов. Ну, 27 умножаем на 30%, получается, судя по всему, 8 долларов и получается. Да, я посчитал, получилось. Короче говоря, так как я заплатил 30% ставку, то, в общем сказать, ничего мне указывать не на до. Поэтому остались только те справочки, которые я взял в стоматологической клинике. Почему их две? Потому что они по разным кодам идут. Один идет по код услуги 01, другой код услуги 02. В чем отличие? В том, что это одна из них, сейчас, недорогая какая-то, так сказать, помощь, а другая дорогая. Вот. В чем отличие? В том, что там, ну, лимиты разные. И после этого мы совершенно спокойно заходим... Сейчас все начнется. Заходим в личный кабинет налоговой. Значит, здесь тоже все хорошо. Значит, ну, вначале у меня не было электронной подписи, я ее заказал, мне ее тут же предоставили. Достаточно быстро. Заходим в жизненные ситуации. И подать декларацию 3НДФЛ. Нажимаем. Впервые-впервые, далее-далее, все. И, значит, дальше, по идее, все ваши доходы, которые вы получили, которые зарегистрированы в налоговой. Если у вас только один источник дохода, то вам хорошо, у вас тут будет только один из источников дохода. Я тут посмотрел, обычно так и бывало всегда, и у меня, значит, понеслось. Значит, смотрите, сколько у меня источников дохода. Я немножечко прифигел. И, значит, начал читать. Какой-то Хайрулин Владислав Ринатович мне заплатил. Аква премиум. Ну, полиграфический кабинет, понятно. Ну, так и сумма приличная. Ну вот. Атлас какой-то. Станко Саратов. Акционерно открытие брокер. Хорошо. Тулпар. Синергия. ИВК. Премиум. Кеа Групп. Сибирь. Тиньков Банк. Ну да. Явкин Дмитрий Юрьевич. Знатный двор и так далее. Я думаю, кто такие вообще? Вот. Ну, и сумма-то, в общем-то, 3-4-5 рублей. Я, так сказать, удивился немножечко. Стало разбираться. Так. Значит, ИНН какой-то вот у Архипова. 61 начинается на 61. Судя по коду, это где-то далеко. Короче говоря, я взял вот этот вот ИНН. Думаю, дай посмотрю, кто такой. Контрол-С. Значит. И выяснил, что это какой-то предприниматель. Там есть умение. Как он ко мне попал, не знаю. Но, так сказать, я проверил данные мои. Ну, бог с ними. Я думаю, что это... Помните, я рассказывал про JetLand, платформу инвестиционную, которая позволяет. И там у меня какие-то денежки лежат. И я там поставил галочку, что они там определяют сами, исходя из каких-то стратегию инвестиционную мою, исходя из каких-то параметров, которые я отрегулировал. И, ну, я отрегулировал эти параметры и забил на все. А тут вот выясняется, что все это работает. То есть платформа JetLand работает, о которой я рассказывал в свое время. Вот. И, значит, ну, думаю, ну, ладно, хорошо. Они, значит, вносили, значит, вносили. Все хорошо. Короче, я не смог разобраться во всем этом. Значит, дальше что? Дальше все просто, на самом деле. Дальше вот мы вносим, значит, и здесь говорят, что, ну, тут надо, значит, вот полиграфический комбинат, значит, тут какие-то вот графы надо поставить, значит, там обязательное поле, незаполненное обязательно поле. Значит, дивиденды, там, 650 тысяч, ну, кавич получал. Вот, значит, там, не предоставлять вычет. Здесь надо ставить вот так вот, то есть предоставлять налоговый вычет или нет. Сумма дохода 273 тысячи, заработная плата, да, получал, значит, не предоставлять вычет, потому что никаких, скажем, на уменьшение дохода нет. Значит, дальше здесь открытие брокер. Ну, то же самое, значит, там 2 миллиона 308 тысяч, ну, не предоставлять вычет, хорошо. Значит, здесь дальше, значит, что у нас тут? Тулпар. Иные доходы предоставить налоговый вычет не предоставлять. Ладно, так сказать, там, я не знаю, кто такой Тулпар, ну, как бы, 2,90 я там вроде как получил. Вот, предоставлять, не предоставлять, значит, я здесь дальше, значит, кто здесь у меня дивиденды, тоже 31 рубль от Тинькофф банка, значит, там, Тинькофф инвестиции я получил. Значит, нажимаю далее. Вроде бы все просто. Значит, дальше. Стандартные налоговые вычеты и социальные налоговые вычеты. Я ставлю социальные налоговые вычеты для того, чтобы поставить вот эти справочки туда. Все очень просто. Нажимаю. Стандартные налоговые вычеты. О, полиграфический комбинат. Это у меня там на ребенка, он еще, так сказать, ему, так сказать, только в прошлом году исполнилось 18 лет, там вроде как положено. Социальный вычет 16800, вот он есть здесь уже. И, значит, здесь вот есть графа. Сейчас я вам ее покажу. Вот она, социальный, видите, да? Нажимаю на социальный. Вычет по договорам накопительная пенсия. Ну, нет у меня такого. Вычет по договорам обеспечения добровольного страхования жизни. Ну, или я не знаю про накопительную пенсию, короче говоря. Вычет по расходам на обучение, лечение, благотворительность, оценку, квалификация. Лечение подходит сюда. Сумма, уплаченная за свое обучение, обучения брата, сестры нету, ребенка в паучной форме, раньше у меня было, сейчас нету, на лечение, за исключением дорогостоящего. Я вношу вот эту сумму. 57 тысячи у меня по коду 01 идет. Значит, сумма расходов на дорогостоящее лечение 70 тысяч. Все, внес, далее, пишет. А теперь смотрите, самое интересное. Здесь 70 тысяч, здесь 57, вы увидели, да? 57 плюс 70 это 127 тысяч рублей. Со 127 тысяч, ну, явно, сумма должна быть мне больше, чем 13 тысяч зачислено. То есть, к возврату. А у меня 3289. И вот тут понеслось. Значит, давай разбираться, копаться и так далее, и тому подобное. Вот, и после долгих выяснений, я выяснил все-таки, что один из налоговых агентов, в частности, открытие брокер, неправильные данные предоставим в налоговую. Вот, и поэтому, значит, здесь мои доходы по декларации на 100 тысяч, на 101 тысячу выше. И, соответственно, нестыковочка на 13 тысяч рублей приблизительно. Я ее откопал. Я копался весь день сегодня с этим делом. Но, кажется, откопал. Сейчас я направил запрос в открытие брокера. Они мне завтра разберутся, пришлют декларацию 2НДФЛ. Я ее как-то внесу, откорректирую. Я не знаю, что делать. Короче говоря, ну, вот принцип такой. На самом деле принцип такой. Выбор вычетов и так далее. Что еще я могу сказать? Что вычет по... Так, сейчас я сохраню изменения. Вот. Сообщение из налогового органа у меня пришло. 10 марта получены сведения для предоставления налогового вычета в упрощенном порядке. Вот это вот очень приятная штука такая. Вот она. Значит, вот сумма, внесенная на ИИС, у меня 200 тысяч рублей. По результатам, значит, там тра-та-та, значит, налоговый вычет. Я просто взял и нажал, что да, я согласен. Сделайте мне это, пожалуйста. И, значит, тут же вот статус отправлено. У меня отправилось это. И сегодня же, вот, пожалуйста, дата отправки и так далее. Подтверждение даты отправки. Все. Значит, это письмо на вычет туда отправлено. И, судя по всему, я должен получить сколько там? 26 тысяч по этой справочке. Возвраты. Здесь все просто. Ну, а по жизненным ситуациям сейчас будем разбираться для того, чтобы получить еще сколько там? Еще 16 тысяч. Вот. Ну, судя по всему, вот это вот заявление о получении налогового вычета в упрощенном порядке. Ну, жена сказала, что на рассмотрение 3 месяца. Через 3 месяца, это, смотрите, сейчас апрель, май, июнь, июль. То есть, в то время, как раз, когда будет тяжелее всего, судя по всему, у нас жизнь в России, ну, я получу, по крайней мере, налоговый вычет. И буду радоваться. А может быть, и не тяжело будет. Я не знаю. Ну, вот у меня такая история случилась. То есть, что я хочу сказать, что проверяй, да проверяй. Жизненная ситуация. Но у меня и доходов немало из разных источников. И здесь просто вот, ну, сказать, там, да, ошиблись на 100 тысяч. Небольшая, как бы, такая недоработка. Ну, вот, я думаю, что у вас будет проще. И надеюсь, что у вас все получится. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, попробую ответить. Потому что я сегодня копался везде, я жене весь мозг взорвал, потому что у нее это все легко. Потом она говорит, ой, а я не проверяла у себя. Пошла перепроверила у себя, у нее тоже нестыковка на полторы тысячи где-то. И, короче говоря, ну, я ее весь мозг взорвал, потому что у меня жена по совместительству еще и бухгалтер моей же фирмы, полиграфический комбинат. Вот. И так тоже не все сходится. Почему-то она, вот я туда, я по этой, а не по той, значит, туда-сюда. Короче говоря, там тоже есть какая-то нестыковка, которая вроде бы, вроде бы потом стыкуется. Ну, короче, взрыв мозга. Ну, вот, ну, я надеюсь, что это видео будет как-то полезно. И, ну, или, по крайней мере, вы мне посочувствуете, или я вам посочувствую. У меня получилось не так просто. Надеюсь, что у вас будет все попроще. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Димитко Юрий.